Нет в Пыскаре такого человека, кто бы не знал имя своего основателя, Аникея Федоровича Строганова. Поэтому ни у кого не возникло вопроса, что его стоит увековечить. Памятник ему был установлен в 2008 году, но тогда были допущены некоторые недочеты в планировке. Да и за это время многие элементы успели обветшать. Поэтому мы выступили с такой инициативой жители, чтобы провести благоустройство и ремонт памятника Анике Строганову. Где-то что-то подкрасить, памятник поднять, уложить плитку, асфальтовые дорожки сделать. Для нас это имеет очень большое значение, для жителей, потому что в первую очередь это идет память о месте, в котором мы живем. Это идет, опять же, воспитание молодежи какой-то. Это не дает нам вообще забывать о своей истории. Теперь с учетом новых технологий спроектирован целый сквер имени Аники Строганова. Кстати, расширенный сквер с клумбами и скамейками располагается в непосредственной близости от детского сада, куда ходят все дети Пыскара. Изо дня в день проходят по этой территории наши дети, которые идут в детский сад. Они идут с родителями, они знают о том, что здесь находится памятник основателя Пыскара. Они, ребята, очень любят это место, тут гуляют с родителями. Мы работаем в нашем детском саду, у нас тоже есть выставки. Патриотические мероприятия проходят праздники, проходят мастер-классы, проходят экскурсии. Отмечу, что обновление памятника Строганову и благоустройство территории вокруг него стало возможным благодаря участию жителей Пыскара в краевом проекте «Инициативное бюджетирование». Изначально, когда мы начали с инициативной группы готовить этот проект, конечно, присутствовал такой страх, что люди вдруг не откликнутся на это. Но в итоге, когда оказалось довольно-таки быстро, мы собрали деньги, достаточное количество, и не было от людей никаких препятствий к этому. Все одобрили и поддержали. Конкурс «Инициативного бюджетирования» успешно работает в Пермском крае уже шестой год. За это время прошли отбор и реализованы более 800 инициатив. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что с помощью механизма «Инициативного бюджетирования» решаются многие локальные вопросы на территориях. Благодаря этому комфортные условия создаются даже в удаленных от краевого центра населенных пунктах. Население Пермского края готово принимать личное участие в проектах по развитию дворов и улиц, восстановлению памятников, строительству новых игровых комплексов для детей. Поэтому такая мера региональной поддержки очень востребована. Итак, жители Пыскара собрали только 10% от необходимой суммы. Остальное добавили городской и краевой бюджеты. И вот уже через несколько дней памятник будет готов. А Ники Федорович мог бы гордиться. Валерия Агалакова, Сергей Стерхов, Владимир Покровский. Наши новости.